приветствую всех меня зовут самуэл и я являюсь консультантом магазине тортомастер сегодня друзья хочу протестировать то есть я уже знаком с этим ковриком но хочу еще с вами протестировать показать это тефлоновый коврик от производитель марки alit baker этот коврик для макарон и вкратце перед применением расскажу что такое тефлоновый коврик ну во первых покажу как он выглядит гладкая если видите глянцевая поверхность достаточно большой у меня размер идет 30 на 40 также они идут не для макарон но тефлоновые это же марки идут 60 на 40 причем 60 на 40 которые не для макарон они очень экономичны в том случае что вы можете купить один коврик а разделить их на два ну и вернемся к этому коврику этот идет стопроцентным состав просто тефлон тонкая как заявляет производитель тонкость нам тут достаточно тонкая идет 0 0 8 миллиметров но сами понимаете прозрачность видите какой он прозрачный для удобства чтобы на сами крышечки были одинаковой формы производитель также прикладывает вот такой вот трафарет то есть вы берете трафарет сверху сам коврик и видите она просвечивается и вы уже по трафарету отслаживаете свои крышечки и коврик это производство это россия идет российское производство по преимуществам то что это он идеально гладкий и для как раз для макарон он там сам на то что подходящее то есть просто коврики которые идут пергамент кто-то выпекать на пергамент и пергамент явно не подойдет есть коврики я сегодня взял еще для наглядности который тоже называется для макарон идет силиконовый вот я покажу что вот такой вот коврик он но для макарон совсем никак не годится для других целей например для отливки леденцов он идеальны кстати и есть круги которые хорошо подходят для леденцов или другие для изомата он замечательно но для макарон вот этот коврик он годится по температурным как заявлено от производителя он идет от минус 70 то есть может спокойно замораживать до 260 градусов поэтому сегодня мы будем тестировать я буду выпекать макарон ну тут плюс минус 150 градусов то есть не выше и буду запекать обед свой и тут уже более наглядно будет видно что высоких температур с ним ничего не происходит также на этом коврике можно и спокойно раскатывать тесто вот я сегодня у меня есть тесто просто я наглядно покажу как раз будем раскатывать тесто и замораживать из нее из минус кроме того что есть плюсы конечно есть минусы но минусы тут незначительные самый главный минус что если вы когда будете мыть то есть не нужно его прям тереть или еще что-то просто достаточно пройтись влажной тряпочкой потому что что вот единственный минус есть у вас будут изломы то эти изломы остаются и потом уже при выпекании но имеется ввиду если там какие-то тесто выпекать ничего а вот для макарон если вот эти изломы то они у вас останутся на донышке самых крышечек ну и единственный еще один минус то что ну то что не минус но как рекомендации что не нужно на нем ножом что-то резать и когда если вы моете то металлической щеткой не нужно тереть а так все вроде бы помни вот у меня вот этот коврик у них достаточно качестве их запас вот самый первый коврик который у меня он мне до сих пор живет приобретая также в тортомастере это ему уже шли лет шесть этому коврику и с ним практически ничего не произошло ну и соответственно понимаете что купив один коврик который он и недорого стоит и он будет вам 6-7 лет служить потому что как заявляет что там на более двух тысяч использования но 6 лет это явно что не 2000 потому что я занимаюсь макарон уже шесть лет причем по буквально каждый день их выпекаю поэтому при понимаете какое-то количество убираний так сказать и используем самих этих и с ним вот говорю что во-первых коврик у меня 6 лет и с ним ничего не произошло и просто что единственный в моем случае минус что у меня духовка маленькая то есть небольшая и поэтому я не это второй коврик а первый коврик которыми еще такой же я его просто разреза как я и говорю что поделив для того чтобы он у меня вместился в мою духовку на друзья вот первое выпьем приготовил тесто для макарон я уже заранее подготовил потому что сегодня не не про макарон и вот коврик и я вот просто дня другой чуть-чуть трафарет самодельный тот трафарет просто немножко не подходит потому что него большие расстояния так как у меня маленькая духовка то не но мне приходится много выпекать на с вами понимать что это не целесообразно чтобы если вы просто для себя одну порцию делать и нормально то что много выпекать и большие расстояния поэтому мне вот здесь просто чуть меньше расстояния и начнем выпекать то есть я буду выпекать на тефлоне и покажу как вот на вот таком вот силиконе то есть результат на обеих ковриков все друзья начнут саживать это у меня идет сегодня шоколадный макарон тут не краситель это идет какао мы как и сказал без трафарета так как тут уже отмечены круги буду отсаживать на таком коврике отстучим чтобы выровнять крышечки все теперь оставляю на просушку на 25 минут что продолжаем испытание вот у меня есть кусочек такого имбирного теста но как я говорю что можно также для раскатывания вот без муки без ничего вот единственный еще минус то что когда силиконовый коврик он у вас стоит но этот катается по столу тут надо будет просто вот поддерживать руками ну или как уже приноровить все смотрите достаточно тонко прям раскатанное тесто смотрите что он что я и говорил что он даже совершенно муки не нужно он даже не прилипает то теперь отправляю в морозилку ну и пусть минут 25 так же как и крышечки макарон сохнут пусть минут 25 постоять в морозилке и посмотрим что случилось ковриком ну и друзья пока мое тесто везде отдыхает бонусом расскажу вам самый простой рецепт ганаша для начинки макарон то есть вы берете сам сам простой натянул на очень вкусно получается то есть берете 150 грамм белого шоколада шоколад конечно бейте качественный я всегда пользуюсь либо колебат либо баре зефир на 150 грамм шоколада берете 70 грамм фруктового пюре любого и если это уже по желанию можете добавить еще 20 взять 2 15 20 грамм сливочного масла масло тоже берите качество от 82 процентов топите шоколад растапливать как удобно микроволновки на водяной бане я микроволновки делаю импульсами далее доводите пюре фруктовое не до кипения но градусов до 70 80 чтобы практически до кипения этим шоколадом заливайте пюре заливайте шоколад уже растоплен то есть тот растопленный пюре уже практически до кипения доведете объединяйте шоколад с пюре хорошо перемешивайте ну взбивайте блендером и как он у вас будет ну градусов 30 добавлять сливочное масло и сливочное масло тоже берите комнатной температуры не холодная и еще раз хорошо пробивайте блендером и на в какой-нибудь емкость лучше берите пластмассовую емкость это все заливайте ну где мы толщиной на сантиметр вот так чтобы было не не в мешочке вот сантиметр залили накрывайте пленкой пищевой в контакт и в холодильник ну где-нибудь на час вот вы когда пальцем примерно трогайте сверху пальцем трогайте вот мешочек он у вас практически найти как палец туда как бы вслед остается и когда начинаете отодвигать пленку и вас пленка не не прилипает к самому вот ганашу а прям хорошо отходит все она у вас готова сильном если он вас прилипает и отходит вместе с ганашем на что он еще у вас нет не готов если прям но и сильно много не держит чтобы осколом не стало вот вы когда проводите ложкой и он вас практически найти вот как прям густая сметана получается вот на этом и достаточно все банка наш готов можете его либо колечком отсадите посередине начинку хотят узнать он уже само собой содержит фруктовое пюре и еще какую-то начинку посередине как-то нету смысла и вот он самый простой рецепт такого ганаш и новый рецепт будет прописан внизу наверно к этому видео помимо ковриков для макарон от этого производителя как я и говорил есть еще и другие тифоновые коврики вот например мне вот такой вот есть тоже видите зеркальный и вот я как и говорил что удобно чем покупать большой он у меня был вот такой ведь и размер этот был цельный большой этот 30 о 40 на 60 вот я его разделил и получилось у меня два коврика по цене 1 бонус пользуйтесь вот тоже это а лет бейкер я и на вот этом тоже выпекаю макарон от них прямо отлетает просто что неудобно в этом случае то что он видите чуть полотнее и под ним когда трафарет прикладываю плохо виден трафарет поэтому я вот на этом все остальные свои выпечки делаю на вот этом иногда конечно и макарон но видите это слишком большой и другая духовку в которой там чуть хуже получается макарон поэтому я вот выпекала 2 ты маленькая маленькая соответственно приходится еще вот это обрезать поэтому уже столько вырезать это не очень хочется кстати забыл сказать как называется вот этот коврик он называется коричневый и написано для жарки вот прям на вот этой коробке вот здесь написано для видите прям для макарон а там написано для жарки и вот тут там видно даже нарисовано что это вот коврики для макарон ну что 30 минут он у меня постоял морозилки виде прям льдишкой стало само тесто а коврик вот он как он был мягкий то есть он таким на остался одно испытание прошло так называется 5 у меня там же вторая партия первую партию выпек же вторая партия это на силиконе сейчас как оба выпекаться потом покажу третье испытание коврика теперь жарой буду печь перцы запекать перцы у меня духовку уже на 220 стоит теперь посмотрим что будет с высокой температурой для макарон понятно 150 этот так вот сейчас посмотрим как он продержится при 220 градусов ну что друзья наши итоги тест-драйва видите этот макарон который на тефлоне ведь какие крышечки на тефлоне они уже с него сползают а это которые на силиконе но сами уже поняли какие крышки имеется ввиду какие юбочки ну для кого-то так нормально и видите какой у них саму поверхность какая вся она не ровно какими буграми и теперь смотрите как они будут отставать от тефлона от вот для макарон от аллит бейкер и потом покажу как они от силикона и смотрите буквальном смысле когда горят отпрыгивают как они отходят просто переворачивайте они у вас спадают все чисто буквально немножко вот эти которые остаются это вот просто достаточно взять просто тряпочкой я вот тряпочкой прохожусь после выпекания перед тем как скажем я начинаю выпекать я просто прохожусь ваткой смоченной водки это вот единственный уход который требуется для макарон наглядно покажу вот смотрите на близкости что вот какое донышко получается ведь какой грянец какая крышка какие они все ровные ровная юбочка вот это вот на тефлоне от аллит бейкер вот и все какие получаются но и здесь покажу любимый момент на ю тубе когда смотрят разлом и какой внутри внутренний мир ну и как отходят от силиконового коврика видите прочей говорю тряси не тряси от них они не отстают если только отдирать ну и смотрите для сравнения хоть она маленькая глянцевая но какое дно у которой на силиконе и какое донышко который на тефлоне какая юбочка получается на силиконе и какая на тефлоне ну и посмотрим какой тут разгон ну тесто то одно и то же то есть рецептура то тесто одно и то же внутренне то ничего не страдает вот сам внешний вид но и соответственно мы же получается ну мало того что да внутренний вкус но и внешне же тоже должно быть эстетично так что вот это для таких если вы хотите красивый макарон и иметь клиентов то вот это не очень вот тефлоновый коврик вот аллит бейкер ну и напоследок смотрите перцы мои выпеклись цвет ничего не изменилось я круче еще докрутил до 230 градусов есть лица 240 вот просто хотел показать что вот то что последствия от перца и как это быстро отмывается у меня тут просто влажная салфетка тряпочка обычно обычно или микрофибра просто протирая вот влажной тряпочкой прошелся и напоследок просто салфеткой сухой вот результат он как глянцевый как мягкий цвет не поменял не пожелтел вот 240 градусов и сами видели по уходу какой он идет то есть вам не нужно там его застирывать стирать какие-то эти убирать ну понятно что если скажем будут вы что-то жирное будете на нем готовить туда-то чуть-чуть надо будет средством для мытья а если вот такого плана вот достаточно просто протерли тряпочкой и все вот друзья показал вам все преимущества вот этого коврика вот аллит бейкер коврик для макарон ну и сами видят что там к помимо колька для макарон есть и много других ковриков от этого производителя и видели все плюсы сколько плюсов от качества долговечность по уходу какой он неприхотливый и вот единственное то что вот эти минусы чтобы во время просто чистили не заламывали не ножом по нему не проходили и чистящими средствами тяду вот металлическая щетка не будут единственные вот эти вот минусы этого коврика ну а если хотите научиться выпекать такие макарон то подписывайтесь ко мне на канал youtube там все виды макарон иметь ввиду все виды меренги плюс начинки ну там много что можете себе интересного найти а сегодня все пока